Всем привет, мои дорогие! Я очень рада вновь всех своих любителей, ценителей парфюмерии приветствовать у себя в очередном видео. Меня зовут Элла, для тех, кто со мной не знаком. И здесь у меня на канале, конечно же, все про парфюмерию, про духи, про ароматы. Друзья мои, сегодня я хочу рассказать вам о своих бюджетных новинках, находках. Это ароматы от марки Zara. Хоть многие мне писали, что у вас Zara уже нет, но тем не менее, ароматы классные. Я о них в любом случае хочу рассказать, поделиться с вами, своими эмоциями. Кому это интересно, будьте со мной, кто еще не подписан на мой канал. Но если вы увлечены парфюмерией, хотите узнавать что-то новенькое об ароматах, подписывайтесь. Я всегда всем очень рада. Ну и, как всегда, приглашаю вас застроиться поудобнее, чем-то вкусненьким. И давайте начинать! Дорогие мои, как я уже сказала, сегодня поговорим о новиночках Zara. Zara. Это все, как бы, ароматы вот этого года, 2023-го. Великолепный парфюм из Zara меня радует раз от разу своим качеством. И несмотря на то, что многие мне пишут, у нас нет Zara. Но, друзья мои, я оптимист. Я все равно хочу сказать вот о том, что эти ароматы действительно мне впечатлили, поделиться и с вами. А потом, кто знает, меня смотрят здесь все, у кого есть Zara в доступности. И первый аромат, о котором я хочу сказать, это все с той же черной линейкой, о которой я уже говорила. Аромат называется Majestic Green. Вот в такой черной коробочке. Он с мужской полочки Zara. И это ничего не значит. Эти парфюмы все, которые вот я о них говорила, это унисекс звучание. И этот аромат тоже прекрасно подойдет как мужчинам, так и женщинам. Вот этот Majestic Green или великолепный, величественный, зеленый, как правильно перевести. Что мне нравится, что Zara теперь на коробочках пишет имя парфюмера. Этот парфюм сделал Fabrice Pellegrin. Довольно именитый парфюмер. Выложу где-то его фото. И давайте достанем аромат. Кстати, мы сегодня откроем все эти парфюмы. У нас сегодня распаковка. Я о них расскажу. Это не слепые покупки. Я тестила в магазине. И скажу, что сейчас Zara период скидок. Поэтому вот этот аромат мне достался, ну, по хорошей цене для такого звучания. 26 евро он стоил, 25,95. Сейчас за 17,95. То есть 18 евро. И поэтому я тоже недолго думала его купила. Давайте открывать. Достанем флакончик. Хочу сказать, что я об этой линейке вам уже рассказывала. Рассказывала об аромате Majestic. Не Majestic. Это Majestic Green. Magnificent Black. Выложу фото. Многие мне уже писали. Не многие. Кто-то писал, что приобрели. Тоже понравился. И Imperial Purple. Я вам тоже рассказывала об этом аромате. Ну, и вот третий аромат из линейки, который я купила себе. Majestic Green. Давайте откроем. Не знаю, почему великолепный, величественный зеленый. Ничего такого особого свежего в этом аромате нет. Но звучание классное. Вот так выглядят флаконы. Я вам говорила, что Zara радует и качеством звучания, и оформлением. Вот эти такие лаконичные флаконы, знаете, вот по стеклу, как они сделаны. Не знаю, прям вот качество великолепное, такое весистое стекло. Вот эти встроенные этикетки, не бумажные, вот как встроенное в стекло этикетка. Классные крышки прилегающие. И они взаимозаполняемы. То есть это раскручивается. Флакон можно купить в Zara, я так понимаю, потом вот этот рефил и наполнит. То есть Zara тоже пошла вот по такому вот пути рационального использования. И хочу сказать, что этот аромат, давайте так нанесем его, то есть чтобы освежить мне свое мнение о нем. Вы знаете, мне он однозначно понравился. Конечно же, это унисекс. Я бы не сказала, что больше мужскую сторону или женскую. Все дело в том, насколько вам нравится такое звучание. Этот аромат сравнивают даже на фраграме со многими известными нишевыми ароматами. В том числе с нашумевшей Италикой от Ксерджов. Выложу фото где-то Италики. Но вот на мой, скажем так, парфюмерный нос, на мой вот вкус, он не сильно похож на Италику. Он имеет свое характерное вот это звучание. Красивое тоже. И мне нравится. Вот я нанесла в магазине. Почему вернулась за ним? Потому что мне понравилось, вот как я его слышала потом вот в течение дня. Хорошая стойкость. Как он наседает на коже. И сразу хочу сказать. Есть в нем некая такая сладкая, пудровая, сладкая, приятная нота с какой-то такой характерной перчинкой. Сейчас вам скажу ноты, вам станет понятно. И здесь, кстати, не так много нот. Здесь, конечно, вот это приятное, это контуральная ваниль. Нота черного перца. Мой любимый кардамон и древесные ноты сандал и кедр. Линейная пирамида. То есть, вот всего пять нот. И звучание у него, знаете, вот это мягко, такое, знаете, спецсово-ванильное с некой такой мягкой древесностью. То, что слышится хорошо, конечно, вы знаете, вот нота ванили, совмещенная с перцем. Вот есть некая такая мягкая перчинка, красивая такая, не переслащенная вот эта ванильность. Ну и какая-то вот пряная мягкость. Кардамон тоже не очень явный, но он дает свою изюминку. Аромат очень приятный. Мягкий, красивый. Конечно же, может быть, не лето его время, а именно вот осень, зима. Он такой окутывающий, обволакивающий. Мне понравилось его звучание. И сразу хочу сказать с Италикой, почему я не согласна, что он похож на Италику. В Италике, вот знаете, там все-таки такая молочная миндальность вместе с шафраном, да, вот дает вот эту вот такую вот пудру, шероховатость, вот это звучание. А здесь все-таки больше вот это ваниль с перчиком. То есть на мой нос вот этот аромат похарактерный, но звучание действительно похоже. И вообще, мне не хочется сравнивать ароматы Зары, говорить, что это какие-то клоны. Они сами по себе хороши, и качество их тоже. Великолепное качество, натуральное звучание. Этот парфюм, я больше чем уверена, что вот осень, зимой я с удовольствием буду его носить. Очень приятное звучание. Как я уже сказала, и на мужчине, и на женщине его вижу. Ну, как говорится, поношу, потом что-то больше о нем скажу. Пока вот то, что я слышу, мне нравится. Вот какая-то такая, знаете, пудра как будто с ванилью, с какой-то такой легкой перчиночкой. Такой ненавязчивой, знаете, с не уходящей мужской стороны, не перчащим носом. Очень приятный, такой окутывающий, мягкий, абсолютно аромат. Приятный вот этот вот Majestic Green, величественный, зеленый. Не знаю, почему же, вот по названию ждешь свежесть, а на самом деле больше какой-то такой ванильно-перечно-пудровый, да, если так в трех словах. Ну, и следующий парфюм, он тоже стоял на мужской полочке. К сожалению, мне пришлось без скидки купить последний уже был, но все-таки я его урвала. И называется он Full Moon Over the Desert, то есть полная луна над пустыней. Вот такое название. Full Moon Over the Desert. Боже мой, у меня не только с французским плохо, но и с английским тоже похоже. И парфюмер этого аромата Джорди Фернандес, Фернандес. Джорди Фернандес, кстати, тоже испанского происхождения, да, парфюмер, который, оказывается, у него огромное портфолио. Он сделал много ароматов для марки Ex Nihila, нишевой, кстати. Некоторые вот фото выложу. То есть это довольно уже тоже именитый парфюмер Джорди Фернандес. Сейчас выложу его в фото. И давайте откроем этот тоже флакон. Мы тоже его распакуем. Я честно ждала, что сделать вместе с вами распаковочку. Здесь, кстати, у Зара они без слюды. Тут просто вот так вот заклеены вот такой вот бумажкой. Сейчас мы его достанем. И этот парфюм, друзья мои, тоже вот такой же флакончик. Классный, увесистый стекла. Тоже со стройной этикеткой, только белая этикетка. Эта линейка вышла чуть раньше, но это тоже новинка этого 23-го года. Вот это полная луна над пустыней. И знаете, чем она пахнет? Конечно же, для меня это было просто удивление, что вот именно так почему-то пахнет полная луна над пустыней. И пахнет она такой, знаете, свежедымной такой кожей. Вот правда, это кожаный аромат. И вы знаете, вот честно вам скажу, то есть тут уже без всяких. Вот этот парфюм мне напомнил сразу много знаменитых, известных ароматов кожаных. Но он тоже хорош сам по себе. Первый отсыл, конечно же, это к Ombre Leather от Тома Форда. Вот прям есть вот это, знаете, такая вот прям натуральная какая-то вот немножко шуршавая, такая довольно грубая кожа, такая, знаете, с каким-то прохладным звучанием. Вот это есть. Но все-таки у него есть и отличительная особенность. Вообще он, конечно же, еще похож на предыдущий аромат, который выходил у Zara из линейки, которую я очень нахваливала, которая была, знаете, посвящена вот ароматам Массера, который назывался True Leather. Выложу фото, вот точно прям чем-то похож и на него. Наверное, вот, знаете, нота его дубового мха. Там был дубовый мух, и вот здесь есть какая-то такая мшистость все-таки в этой коже. То есть она не такая, не такая шуршаво-прохладная, а вот есть в ней какая-то вот эта вот такая зеленая мшистая еще нотка. Аромат очень красивый. Мне, значит, понравился его вот видоизменение такой, знаете, вот какой-то в течение всего дня. То есть он как-то такой вот не однотонный, не монотонный, в отличие от Ombre Leather от Ford. Все-таки у него больше вот есть какая-то переливчивость в звучаниях, хоть это все равно становится кожаный аромат. Не каждому, кстати, не каждой девушке-женщине понравится такое звучание. Я люблю кожаный аромат, я люблю и Ombre Leather от Toma Ford. Я еще хочу сказать, что чем-то мне напоминает и тосканскую кожу, но вот без малины. Да, вы знаете, что знаменитая тосканка от Toma Ford, ну я имею в виду Tuscan Leather, она имеет вот такое брутальное звучание кожаное, но вот еще со сладкой малиной, что ее смягчает. Вот здесь вот убрать из тосканки малиновую ноту, то есть ноту малины, и тоже вот получится вот эта кожа, довольно грубая, довольно брутальная. Интересный парфюм, вы знаете, вот, ну, но все равно, что никак не крути, все равно похож он на эти кожаные ароматы. Даже что-то от Кридосского Вентуса, вот тоже канонического такого кожаного аромата. Вот как будто, знаете, сделали такой микс из всех вот этих знаменитых кожаных парфюмов, и вот создали вот этот Full Moon, да, эту полную луну над пустыней. Вы знаете, хорошая работа у Джорде Фернандеса. Мне нравятся такие ароматы, он имеет неимоверную стойкость. Тоже его купила, потому что вот он держался целый день, и еще даже на следующий день я слышала, на одежде еще дольше. То есть для такой цены, вы знаете, великолепная стойкость, и кто любит такие парфюмы, мне кажется, он у меня, хоть у меня есть и True Leather, у меня есть и Ombre Leather, и Тосканка, но я тоже найду ему применение. Люблю такие ароматы. Кто тоже любит и Тосканскую кожу, и Ombre Leather, обязательно обратитесь вот на этот аромат Full Moon от Over Desert, Over the Desert от Zara. Ну и последнее, то, что я уже скажу, это уже с женской полочки, друзья мои, и это набор. Я уже, кстати, в том видео выпускном уже этот набор засветила, показала, но тем не менее, планировала сегодня вот в ароматах зала сделать его распаковочку сами. Ну, распаковки не будет, потому что я его уже открыла. Но тем не менее, вот такая коробка, такая подарочная коробка, стоила она 30 евро. Сейчас со скидкой тоже за полцены 15 евро. Я считаю, это шикарная цена для вот такого набора. Здесь 80, по-моему, миллилитров, да. Red Temptation классического, который у меня и так есть в коллекции. Вот такой большой флакон. Расскажу о нем. И вторая малышка 30 миллилитров, как раз о которой говорила вот в предыдущем видео про отпускные ароматы. Это Red Temptation Summer. Ну, расскажу, наверное, о классическом сначала Red Temptation, о котором уже много говорила. Вы знаете, долго не буду расплываться, скажем, мысли по древу. Я вам говорила, что это один из великолепных клонов известного, нашумевшего когда-то аромата Бакары Ruche 540 от Францеза Курджана. Выложу фото Бакары. И вы знаете, это действительно так. Вот при всем, при том, что многие снобы говорят, что ну нет, ну где Зара, да, и где вот этот, и где Бакара. Так вот, я хочу сказать, что даже большие знатоки парфюмерии в шлейфе не отличали. На мне спрашивали, что мы это не Бакарали, а это был Red Temptation. У него есть вот эта минеральность, эта приятная йодистость. И, конечно же, вот эти сладкие леденцы, вот эти петушки на палочках. Вот все, что в Бакаре, то слышится и в этом Red Temptation. Не буду говорить о нотах, потому что ноты, мне кажется, не передают звучание. Вот заявлено не так много нот. Это, по-моему, Амбра, Дубовый Мох и еще что-то. Не помню. И вы знаете, да, он очень похож на Бакару, с такой же почти, как у Бакары, стойкостью и великолепным шлейфом. Red Temptation от Зара. Зара великолепный парфюм, кто найдет. Я думаю, что вы не пожалеете, если вы купите, особенно любителям Бакары. Если вы хотите каждый день поливаться, но Бакара для вас дорога, купите себе этот. Не взамен Бакары, но я думаю, что вы тоже не будете разочарованы. Но, тем не менее, я уже сказала, наверное, снобы не будут даже меня слушать. Но, а я не сноб, мне нравится этот Red Temptation, я с удовольствием им пользуюсь. Ну и, друзья мои, расскажу еще вот об этой версии Summer. Зара Red Temptation Summer. Она немножко у другого звучания, хотя тоже есть в ней вот эта минеральность немножко. Но если тот аромат, это клон Бакары, то вот этот Summer, я уже в том видео тоже уже говорила, это такой, знаете, некий клон и другого нашумевшего аромата. Экс Нихила Марка Нишуэ, аромат Флёр Наркотик. Ох уж, очень любят этот аромат. Вот прям вот, куда не киньте, ох, как мне нравится, ох, какие там красивые ноты, какая стойкость, какой шлейф. Так вот, Зара сделала вот этот летний свой фланкер очень похожим. Может быть, у нее не такой шлейф, не такая прям стойкость, какой Экс Нихила. Но аромат действительно похож. Я вам честно скажу, мне он, когда я его тестила в Зара, показался нестойким. А вот сейчас, когда я уже вот то видео снимала, открыла, начала носить, все-таки я ошибалась. Стойкость есть, тем более с волос одежды довольно неплохая. И он действительно повторяет Экс Нихила, вот как ни крути, есть вот в нем вот эти розовые пионы, вот эти цветочные, красивые, нежные ноты. И вот это такая легкая фруктовая сластинка. Вот все, как у Экс Нихила, плюс вот эта синтетическая минеральность, которая дает ему невероятную шлейф, вот похожесть, да, вот эта минеральность у своей такой более нежная, чем в Бакаре. Вот этот аромат, наверное, покоряет сердца, за счет того, что у него вот это есть объемный шлейф, вот это вот яркое звучание. Вот Зара повторила, скажем, более такую лайт-версию Экс Нихила. Тоже здесь розовые пионы, лепестки роз, вот эта вот цветочность, да, тоже вот эта вот приятная такая фруктовая сластинка. И вот эта минеральность, такая, как в Red Temptation классическом, только выкрученная вот на минималке, да. То есть на минималках убрали вот эту вот йодистость Бакары, такую яркую минеральность, оставили вот такой легкий намек на эти минеральные ноты. И вот эту вот красивую такую розовую пионистость добавили с этими фруктовыми нотами. Получилась эта летняя версия. Прекрасный вариант на лето. Я уже говорила в том виде, что возьму с собой и в отпуск, буду с удовольствием пользоваться. Потому что такой вот приятный легкий аромат, мне кажется, в отпуске пойдет. Вот тоже как поливашечка, и на волосы буду носить. У него неплохой шлейф, и, в общем-то, как оказалось, стойкость тоже не такая уж маленькая, как мне показалось поначалу. В общем, классный этот аромат. Я довольна вот этим своим покупочками, тем более со скидкой за такую цену. Пишите в комментариях, друзья мои, что вы думаете. У кого, естественно, есть зара, если вы знакомились, тоже пишите свои комментарии. Мне всегда интересна обратная связь. У кого нет зары, не отчаивайтесь. Все поправимо, я думаю, что все еще вернется на круги цен. Ну и тем более, что интернет-магазины торгуют этими ароматами. Все, дорогие мои, спасибо всем, кто был со мной до конца. Если что-то вам понравилось, ставьте лайк, мне всегда очень приятно. А мы увидимся с вами скоро в моих новых видео. Всех вас люблю, всех целую. Всем пока, мои дорогие. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова